И уж, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки прикоснуемся к Поппи Плейтайм, а именно, к главе 3. А точнее, мы с вами попробуем разобраться, как же выглядит тот самый прототип, тот самый персонаж, который забирает в конце тело мамочки, который в конце нам показывает лишь свою руку, и только по этой руке мы можем уже как-то представлять, да, как же всё-таки выглядит этот персонаж. И, разумеется, сделаем какие-то выводы, действительно ли Хаги вернётся, действительно ли Хаги будет в третьей главе, потому что многие предполагают, что именно в третьей главе мы его увидим с вами вновь. Почему это такое предположение сделали? Потому что в второй главе мы видим то, что он не умер, он упал как раз-таки в месте, где мы должны добывать игрушку Банзобани, и сбежал, потому что там остались его как раз-таки части клочки шерсти, так скажем. И эти клочки шерсти дают нам понять то, что Хаги выжил и прячется в вентиляции. Но тоже всё-таки он преследует, какие цели у него, у нашего Хаги-Ваги, если Кисси-Мисси нас во второй главе спасает. Казалось бы, зачем? Возможно, нам это объяснят как раз-таки в третьей главе, и возможно, мы узнаем всё-таки какую-то родственную связь между Кисси-Мисси и Хаги-Ваги. Возможно, они что-то задумали, и поэтому Кисси-Мисси нас и пропускает дальше через врата во второй главе. Ребят, для меня довольно-таки сложно делать ролики по Попп Плейтайм, особенно с разборами всяких персонажей и прочего, теории и прочее, прочее, прочее. Надеюсь, вам это нравится, надеюсь, вы хотите от меня видеть такие ролики. И, наконец-таки, вы поставите мне лайк. Ну как без этого? Ну как без этого? Спасибо, что смотрит, спасибо, что комментируете видосы. Мне вот интересно узнать. Давайте будем честны, вот сейчас я вот перед вами, можно сказать, перед вами моё видео, перед вами возможность написать комментарий. Но хочу знать, прямо сейчас можете написать, кого вы хотели бы видеть в третьей главе. Давайте, даю мне несколько секунд, для того, чтобы вы это сделали. Потому что для меня очень важно, очень важно узнать, какой же персонаж из всех персонажей вас больше всего интересует. Понятное дело, что мамочка умерла, но, может быть, и мамочка вам интересна в качестве персонажа в третьей главе. Может быть, вы хотите увидеть именно Хаги-Ваги, а может быть, вы хотите увидеть самого прототипа. Кто знает, кто знает. Ну давайте, ребят, с вами перейдём к главной теме ролика. Это всё-таки не то этот Хаги-Ваги, не какая-то там Поппи, не какая-то мамочка. А у нас сегодня на очереди, как же выглядит тот самый прототип, как же выглядит вот это вот существо, которое забирает мамочку. Всё-таки мы видим только руку, и хотелось бы всё-таки, наверное, найти какие-то связи, найти какие-то файлы этого персонажа в игре. И, разумеется, в игре, к сожалению, ничего нету, кроме той самой расцарапанной стены. Как раз-таки вот этим вот персонажем, вот этими когтями. Эти когти говорят нам о том, точнее, вот это вот расцарапывание, да, в первой главе, говорит нам лишь о том, что этот персонаж-прототип был придуман ещё до того, как придумана была мамочка и все остальные персонажи вместе взятые. То есть прототип изначально являлся тем самым персонажем, которого придумали разработчики в качестве главного злодея. В качестве того, кто будет в итоге преследовать нас от начала игры и до конца. То есть нам в начале указывают то, что вот есть какая-то сущность, которая всех убивает. Вот эта вот рука. Но так ли это, непонятно. Так ли это в действительности. Может быть он убивает, наоборот, каких-то плохих игрушек. Может быть он, наоборот, их, наоборот, спасает, потому что мы с вами знаем, что в игре, когда вы умираете при вот этой вот сцене смерти, у нас написано, что прототип нас спасёт. И, возможно, он как раз-таки вот этим вот убийством и пытается спасти весь завод Poppy Playtime и всех тех, кто превратился в игрушки. Давайте посмотрим, какие варианты вообще у нас есть. Кто-то считает, что Хаги-Ваги станет как раз-таки одним из тех, кто будет иметь эту руку. Что Хаги-Ваги это и будет, хоть и не синий Хаги-Ваги, да, какой-то другой. Это и будет тот самый персонаж. Это и будет тот самый прототип. И он именно и будет иметь эту руку. И именно он всех убивает. Ну, опять-таки, многие думали раньше, что прототип 1006 это и есть Хаги-Ваги. Многие предполагали, что Хаги-Ваги всех и переубивал, судя по тому, что мы слышали в первой, точнее, в последней кассете первой главы. Так что да, это, в принципе, неплохая теория, но давайте будем честны. Давайте будем честны. Хаги-Ваги это Хаги-Ваги. Это отдельный персонаж, я так думаю. Я, по крайней мере, так думаю. И в любом случае, мне представляется вот это вот существо, судя по тому, как мы слышали на кассете во второй главе, это более очеловеченное существо, которое полностью изуродано вот этими металлическими штуками внутри себя. То есть, скорее всего, даже вот это существо, это не игрушка. Но, если отталкиваться от концепта игры, то здесь все игрушки, то здесь все абсолютно существа, которые есть, это какие-то мини-игрушки. И надо здесь в первую очередь представлять то, что именно этот прототип будет выглядеть, в первую очередь, как какая-то интересная, уже всем известная игрушка. Вопрос только какая? Вопрос только какая вот в реальности? Многие даже делали предположение, что вот эта вот рука, это очень сильно рука похожа на руку мамочки из мультфильма «Каролина. Стране кошмаров». Поэтому, в принципе, вполне возможно, даже такую игрушку они как раз-таки и сделали. Потому что на кассете, которая, на кассете, ребята, которая была скрыта, а не на кассете, точнее, а на voice line, на аудиозаписи, на... Короче, мы недавно разбирали с вами то, что было скрыто в файлах игры, и нашли секретную запись, а точнее, секретную концовку, где Поппик говорит мне те фразы, которые обычно она говорит. И она говорит, что какая-то кукла, одна-единственная в своем числе, всех убивает. То есть, долл. Какая-то кукла, всех убивает. И, ребята, возможно, именно вот эти вот... Вот эта вот рука принадлежит какой-то женщине. Опять-таки, очень сильно похожа на женщину из как раз-таки «Каролины. Стране кошмаров». И, возможно, оттуда они черпали вдохновение делая этого персонажа. Потому что все-таки кукла, кукла, она же не может выглядеть только как Поппи, да? Вот мы представляем себе, когда говорим слово «кукла», какую-нибудь Барби, либо такую вот куклу, куколку маленькую, как Поппи, либо еще какие-то такие вот похожие куколки. Но также бывают куклы театральные. И как раз-таки вот это вот существо, вот эта вот рука, очень сильно похожа именно на театральную какую-то куклу. И, возможно, в будущем мы увидим именно такую вот какую-то женщину, которую в итоге превратили в существо это. Возможно, это жена Элиота Людвига. Возможно, это дочь Элиота Людвига. Но было бы лучше, если, конечно, это была бы дочь. Потому что мы с вами знаем то, что обе... Ну, там, не обе. У него произошла какая-то трагедия, нам не рассказывают какую, но я предполагаю, что у него умерла вся... Точнее, погибла вся семья в автокатастрофе. И в итоге он решил их воскресить, сделав вот этот вот экспериментальный опыт над существом. Хотя, с другой стороны, у меня есть предположение, что это какой-то ученый. То, что это какой-то ученый. А, возможно... А почему бы нет, да? Почему бы это не может быть одновременно ученым и женой Элиота Людвига, которая как раз-таки и была тем, кто создала все эти игрушки. А мы этого просто не знаем. То есть у меня предположение, что вот этот вот эксперимент 1.006 это и есть прототип, это и есть жена Элиота Людвига, это и есть тот самый ученый, который создавал игрушки на корпорации Побби Плейтайм. То есть он, видимо, и разработал... Ну, она. Она, видимо, и разработала вот эту вот возможность перемещения. Я так думаю. Душ. Кто знает, кто знает. И в итоге на ней же и испробовали в качестве эксперимента. 1.006. Почему 1.006, да? Был ли 1.000, либо 1.001? Вот это тоже интересный вопрос. В общем, все представляют то, что Хаги это у нас... Видите кто? Видите кто Хаги? Хаги это вот этот вот... Прототипы есть. Многие представляют именно так. Многие делают всякие арты, многие делают превьюшки. Вот зачастую, да, кстати, в интернете я больше всего нашел именно превьюшек для YouTube каналов. То есть больше всего людей делают именно превьюшки для того, чтобы байтить, видимо, аудиторию на то, чтобы они перешли. И как раз таки фан-артов очень мало. Вот реальных фан-артов по прототипу вообще практически нету в интернете. И это очень странно. Мне кажется, это как раз таки то, что хотят люди увидеть. Те фан-арты, те... То, что люди должны ждать от создателей артов. Такие дела. Ну то есть люди хотят не то, чтобы представлять, как он выглядит, да, сами, а хотят видеть представление тех, кто рисует, тех, кто шарит за какую-то кастомизацию, за создание персонажей, за рисование персонажей. То есть хотят видеть вот это вот варианты художников, которые реально в этом разбираются. Поэтому даже жалко, что никто не рисует. Вот именно... Вот именно что-то на типе такого я представляю прототипа. Но здесь взяли какого-то терминатора и просто добавили ему человеческие глаза. я больше представляю, что наоборот, он будет более человечный, а не такой железный весь. Мне кажется, он будет все-таки весь в костях, будет в мясе. Этот персонаж, это существо. И... Железного там будет не так много. То есть у него рука железная, и просто у него железные какие-то штуки будут просто подкреплять его тело для того, чтобы оно не разваливалось, к примеру. Мне так это кажется. Также опять Хаги-Ваги. То зеленый Хаги-Ваги просто, да, то зеленый Хаги-Ваги. Это и есть прототип одноглазый какой-то. Здесь его по-всякому рисуют уже. Уже по-всякому ему сделали этого бедного Хаги-Ваги. И такого и зеленого, и красного, и розового. Опять зеленый, потому что много есть анимаций, которые как раз-таки представляют, что прототип это и есть тот самый Хаги-Ваги. И когда железная рука появилась, многие делали вид, что это железная рука это вот как раз-таки вот такие вот чупальцы, как у доктора Осьминога. Хе-хе-хе. Из этого, из Человека-паука. Но это не так. Это навряд ли будет так. Кто-то представляет, что Поппи это и будет та самая кукла, потому что, опять-таки, ребят, если судить по тому файлу, аудиофайлу, который мы нашли, то есть крытой концовки, то какая-то кукла всех убивает. Какая-то кукла все это делает. То есть, когда она говорит эту фразу, ощущение, что она говорит все-таки про себя. То есть, какая-то кукла это все делает, это все сделала какая-то кукла. Такое ощущение, как будто она про себя говорит, потому что других кукол мы не видели. Но, возможно, вот эта вот рука, вот эти вот существа, прототип, это и есть кукла. То есть, это опять-таки отсылает на это. Я уже об этом говорил. Поэтому, да, многие даже представляют Поппи в качестве прототипа. Но это очень странно. Это очень странно. А, что еще? Хаги. Опять Хаги. Бедный Хаги. Опять избитый, убитый, без глаза, без рук, видимо, остался после этого падения. И после этого падения, видишь, представляет, что это его руки. Ничего подобного, я думаю, не будет. Также кто-то представляет именно вот так вот. Кстати, прикольная сделана тоже превьюшка из Ютуба. Это все превьюшки, ребят. Это все превьюшки каких-то людей, которые делают кликбейты для того, чтобы люди заходили. Офигенно сделана превьюшка, на самом деле. Поэтому можно, конечно, представлять, что это будет вот так вот. Что это будет реально Хаги-Ваги. Но шансов на это очень-очень-очень мало, я думаю. Кто-то даже делает такие вот диорамы, делает, видишь, вид то, что это части Хаги-Ваги, присоединенные к какому-то непонятному механизму, к какому-то непонятному устройству, не знаю, что это такое, к железному пауку какому-то. И все вот эти вот части тела какого-то человека остались в итоге. то есть это смесь человека, кибернетики и Хаги-Ваги. Это вот так представляют некоторые люди, кто делает, занимается вот такими штуками. здесь прикольно, на самом деле, сделано. То есть довольно качественно крепили. Есть всего лишь два рендера, есть всего лишь два изображения руки как раз-таки этого прототипа. Это одно из них. Здесь, кстати, рука, она гораздо больше показана, чем показана у нас в игре вроде бы. Вроде бы вот этой части металлической пластины гигантской в игре нет. То есть там у нас идет дальше кость, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться вполне. Но вроде бы именно такого механизма нет. И вот с этого механизма можно представить, что у него и тело у этого персонажа будет тоже такой же грубой формы из кусков металла. Просто знаете, наслоенного друг на друга, как будто он такой будет шипастый весь страшный, как и эта вот часть руки. А так, видите, то, что кости до сих пор остались и замес того, чтобы кровь, да, поступала по кровеносным сосудам, он сделал здесь вот такие вот насосы, получается. Для того, чтобы насосы, ну или как трубки по этим трубкам типа насыщала, возможно, даже не кровь, возможно, даже какую-то жидкость, которая помогает ему функционировать. Не знаем, не знаем. И вот вторая такая же. Рука тоже прикольная, ну тоже опять с этой пластиной, но вроде бы я говорю, может быть там была эта пластина, не обратил внимания, вот именно в игре, когда осматривал эту руку, там как будто она другая какая-то была, как будто какая-то переделанная. Но в любом случае очень прикольно, очень интересно. Кто-то представляет такого персонажа. Это вообще первый из представлений того, как выглядит прототип. Многие даже писали, но это, разумеется, сделано из лего. Я думаю, многие это понимают, многие это видят. Кстати, довольно-таки прикольно. Здесь сделали паука. Мы с вами думали, что изначально, да, то, что паук будет во второй главе, когда нам затизерили вторую главу, потом нам показали мамочку длинные ноги и паутину повсюду. А вот чья паутина, вопрос. Чья все-таки паутина? Это все-таки паутина мамочки, потому что мы с вами не видели ни одного момента, где мамочка бы пускала паутину и использовала бы ее. Она только закидывала игрушки в сети, в эти паутину, которая уже была оставлена до нее. Но она, разумеет, закрывала. Вот единственный момент, где используется паутина, она закрывала нам проходы. Но она ли это делала? Мамочка ли это нам сотворила эту паутину и закрывала проходы? Или все-таки это был прототип, который за нами все это время следил и закрывал те самые проходы, через которые мы ходили с вами ранее? Возможно, это прототип и делал. И это очень-очень интересная инфа, потому что если это все-таки дело прототип, значит то, что паук это прототип, то есть пауком все-таки будет он, а не мамочка, как мы с вами изначально предполагали. Хотя мамочка, опять-таки, повторюсь, то, что она использовала паутину для того, чтобы держать в этих паутинах своих врагов. Ну, то есть даже не своих врагов, а если игрушка проиграла, Банзобанни проиграл, она вешала ее в паутину наверху. Если проиграл, хотя с другой стороны мы не знаем, а мамочка ли их убивала и вешала в паутину, а также с Хаги-Ваги было, но с Катапиллером не было такого. То есть с Мопсом мы такого не увидели. Мопса она почему-то пощадила, или он пощадил. Также та же самая картинка, в принципе, тоже самое Лего-человечек, но в принципе, если он будет выглядеть так, я думаю, что никто не расстроится, потому что это реально интересное и пугающее. И, разумеется, единственное, что я нашел в интернете, вы представляете, вот такой вот рисунок, как бы он все-таки мог выглядеть. Кстати, это вполне вероятно. Вот этот вот, легче всего представить какой-то концепт-арт, именно выглядящий вот таким вот. Ну ладно, может быть, здесь голова какая-то странная, грудь какая-то странная, но зачастую, мне кажется, он именно будет таким вот обычным, человекоподобным, человекообразным существом. И в итоге, как мы увидим, такие вот части тела, части кости, да, какие-то соединения и подобное на его теле, которое соединяется все между собой через какие-то пластины, через какие-то железяки, через какие-то вот эти вот шнуры и все остальное. Так что увидим, увидим уже, что будет дальше. Единственное видео, которое связано, связано все-таки с прототипом, который я нашел в интернете, но не единственное, я уверен, что есть еще, но одно из них это вот такая вот, ну кто бы мог подумать, а кто бы мог сделать такое видео? Конечно же Байден. Это вот такое вот существо, такое вот существо, которое себе собрало все, и Поппи, и там еще какие-то мамочки и прочее, и прочее, прочее, прочее. То есть он собирает получается всех монстров в себя, ну видите, по концепту этого Бандена. И он даже здесь голову чужого засунул зачем-то, и в итоге вот так выглядит это существо. И кто же его забирает? Опять-таки он же! О май гад! Вот такие вот дела. Поэтому, ребята, как будет выглядеть этот персонаж? Мне интересно узнать от вас, что вы думаете, как же все-таки он будет у нас преобразован, как же он все-таки будет создан, из чего он будет состоять, из чего, ну, будет ли он человеком все-таки, или все-таки это будет какое-то абсолютно иное существо, может быть паук, может быть еще что-то, из чего, ну, опять-таки, кто это, да? Можете делать предположение, все-таки жена Элиота Людвига, может быть дочь Элиота Людвига, но самое офигенное предположение, что это жена, которая как раз-таки была тоже ученым, и которая тоже делала игрушки вместе со своим мужем. Но нам вообще о жене, о семье Элиота Людвига ничего не говорят. И было бы интересно именно вот такой концепт, такую вот сюжетную линию провести. И было бы, знаете, что интересно? Если бы Хаги-Ваги, это был бы возлюбленный Кисси-Мисси. А Кисси-Мисси была бы дочерью Элиота Людвига. И это было бы просто взрыв мозга. То есть, все, чего добивается Хаги-Ваги, это защищает свою возлюбленную. Вот и все. А мы, придя на эту корпорацию, почему он у нас нападает именно Хаги-Ваги? Потому что он не хочет, чтобы мы уничтожили саму корпорацию и уничтожили его возлюбленную в теле Кисси-Мисси. И это был бы взрыв мозга просто. Как же бы это было круто. Поэтому, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, низовая патрица, паблика ВКонтакте, ссылки в описании к шаб-каналу. Я потом сделаю полноценную теорию. Опять-таки, если здесь много лайков соберется, я быстрее ее сделаю. Поэтому обязательно дайте мне мотивацию. Смотивируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем добро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok